В Рособранадзоре не исключают, что в дальнейшем российские школьники будут сдавать единый госэкзамен дистанционно. Однако организация этого процесса будет сопряжена с некоторыми трудностями, заявил глава ведомства Анзар Музаев на пресс-конференции, посвященной ЕГЭ. Музаев не смог назвать год, когда произойдет переход на дистанционную сдачу экзамена. Я пока не понимаю этого горизонта, который выражается в годах, когда мы сможем на дистанционный формат перевести этот экзамен, минус признался он. Глава Рособранадзора добавил, что обеспечить равные условия сдачи ЕГЭ всем российским школьникам будет непросто. Мы не сможем создать равные технические условия для всех этих 700 тысяч участников экзамена. У всех должны быть одинаковые качества подключения, технические требования к компьютеру. Много составляющих, минус рассказал он. При этом, напомнил Музаев, сейчас в рамках нацпроекта образования ведется работа по техническому оснащению 44 тысяч российских школ. Также, по словам Музаева, все регионы РФ в ближайшие два года перейдут на получение материалов ЕГЭ дистанционно, по защищенному интернет-каналу. У нас в этом году уже 20 субъектов перешли на новую технологию, туда уже материалы отвозить не надо. Все будет отправляться по защищенной сети, минус сказал он. Я думаю, в течение двух лет мы все 85 субъектов переведем на эту технологию. Глава ведомства уверен, что это нововведение позволит сэкономить время и средства организаторов экзамена. Ранее Музаев заявлял, что с 2022 года ЕГЭ будут сдавать все выпускники, а не только те, кто собирается поступать в ВУЗы.